Всем привет! Меня зовут Евгений, вы на канале вкусно ТВ. Сегодня будем готовить вот такие потрясающие котлеты из морковки, из картошки и немножко фарша вам понадобится. Если интересно, как же это приготовить, то пожалуйста, оставайтесь со мной и поехали! Итак, что нам нужно? Понадобится 2 картошки, они такие крупные, большие, 2 морковки, может быть даже 3, потому что у меня эти средние, я буду смотреть. Возможно, еще одну добавлю и фарш. В принципе, это основные ингредиенты. Также будут добавляться специи и, возможно, еще зеленый свежий лук. Но это тоже можно без этого обойтись. Первое, что мы делаем, сейчас натираем на крупную терку, вот на такую, картошку всю и морковку всю. Поехали! То же самое делаем с морковкой, тоже на крупной терке натираем. Сейчас картошка и морковка дают, естественно, свой сок, поэтому его нужно немножко отжать. Можно немножко перемешать, чтобы потом было проще. Потому что пока оно такое влажное, оно перемешивается проще, легче. И посмотрим, может быть, мне понадобится еще одна морковка. Потому что по этому рецепту морковки две, но большие. У меня же они средние. Возможно, не хватит. И, в общем, берем вот так по чуть-чуть. Вот так просто зажимаем, чтобы весь сок вышел. Ну, по крайней мере, большая часть его, чтобы не было такого прям совсем. Потому что очень влажно. Видите, сколько сока. И так вот, что у нас получается. Значит, нужно следующее, что нам сделать, это смешать наш фарш вместе с овощами. Фарш может быть абсолютно любой, который есть дома. Потрясающий аромат. Боже мой, зеленый лук, это замечательный запах. Можно добавить тоже петрушку, укропчик. В общем, смотрите, фантазируйте. Что у вас есть, то и добавляем. Сейчас возьмем сковородку, нальем на нее масло. Немножко разогреем масло и уже будем формировать наши котлетки. Итак, масло уже разогрелось. Сейчас я беру фарш. Буду формировать котлетки и попробуем обжарить со всех сторон до золотистого цвета. Можно же, конечно же, делать это все в духовке, кстати. Тоже хороший вариант. Так, покажу вам буквально. Просто берем и немножко делаем плотненько. Нормально они формируются абсолютно. Кстати, сок все-таки еще больше выпустился из овощей и очень даже хорошо формируется. Делайте по размеру. Я думаю, что не сильно большие, чтобы овощи успели вместе с фаршем прожариться. Вот что-то такого плана. Обжариваем все на достаточно таком большом огне, чтобы главное для нас, что нам нужно, это чтобы со всех сторон оно схватилось, да, чтобы не разваливалось. То есть вот такое было более поджаристое, поэтому не переживайте, огонь можно сделать посильнее. И спустя где-то минут 7 я беру котлетки и выкладываю их в тарелочку. И сейчас будем готовить соус. Хорошенько обжариваем со всех сторон, чтобы они припечатались, запечатались, чтобы не разваливались. На большом огне сейчас зажариваем с одной стороны, потом повернем на другую сторонку и приступим к приготовлению нашего соуса. Когда формируете, еще раз повторюсь, когда формируете котлетки, очень сильно их сжимаете. Вот так прям сильно сжимаете, сжимаете, чтобы они закрепились. И сок вот этот лишний, чтобы он вышел. И тогда они не будут разваливаться и все будет в порядке, даже без яйца. В общей сумме где-то 5 минут прошло. С одной стороны 5 минут, с другой стороны. И сейчас я выключаю огонь, снимаю котлеты в отдельную тарелочку. И на этой сковородке будем делать сейчас соус. Итак, для соуса нам надо будет некоторое количество помидоров, свежая луковица, точнее репчатая. Если же нету лука, точнее нету помидоров, то вы можете использовать томатный сок. Или томатный соус. Вот у меня домашний томатный соус, я его буду использовать. И буквально парочку помидорок я порежу просто для рельефа. Здесь у меня сушеный чеснок и специи для мяса. Это готовые специи, то есть там может быть красный перец и прочее, прочее. Вы же можете использовать просто черный перец, без всяких смесей. И добавляю, конечно же, томатный соус, который мы делали дома. Рецепт обязательно оставлю внизу. Летом, когда будет сезон помидор, обязательно готовьте. Потому что это просто невероятно вкусно. Ну и, в общем-то, удобно. Либо же вы можете взять просто томатную пасту, немножко разбавить ее водичкой, чтобы она была такой консистенции, жидкая. И все. Или же можно порезать много-много-много помидор. То есть без соусов абсолютно. Но так как я говорю, что у нас зима и помидоры невкусные, я делаю таким образом. Я добавлю еще немножко салча. Вот это вот томатное салча, которое домашнего производства, скажем так. И салча из красного перца. Вы же это, если есть, добавляйте. Если нет, то ничего страшного. Просто можно порезать помидоры, порезать луковицу, чесночок обязательно. Итак, соус тушится уже где-то минуты три-четыре. Видите, он уже закипел абсолютно. И сейчас будем аккуратненько сюда отправлять наши котлеты. Я их беру руками. Вот так. Потихоньку. Если которые из них и развалится, ничего страшного, не переживайте. Так, крышка маловато. Ничего. И пускай тушится. Итак, невероятная вкуснота и красота, девочки, готова. К этим котлеткам можно приготовить плов. Можно приготовить просто салат из свежих овощей. Можно даже с макаронами, потому что вот эти овощи, они особо так не чувствуются. То есть они такие интересные. На самом деле вкус интересный. И, ну, мне очень понравилось. Поэтому я советую вам приготовить и тоже сделать свои выводы. Например, даже можно из капусты салат сделать к этим котлетам. Либо же натушить даже капусту отдельно. То есть попробуйте и там посмотрите. Я думаю, что вам должно понравиться. Сейчас положим на тарелочку и вы увидите, как это выглядит. И вот что-то наподобие такого у нас получилось. На самом деле очень нежные, очень необычные по вкусу. Мне понравилось. С йогуртом будет просто, просто бомба. Поэтому обязательно приготовьте и попробуйте. Если добавите котлету, то, естественно, они будут более крепкие. Потому что они достаточно нежные и развалиться им стоит, ну, вообще, как бы, достаточно просто. Но есть такой вот рецепт без яйца. Поэтому, почему бы нет. Есть люди, которые не кушают яйца. Поэтому можете попробовать таким образом. Все. На этом, ребята, я заканчиваю. Приятного аппетита вам. И будьте счастливы. Пока-пока.